Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вера Васильевна Завершинская. Я являюсь партнером и мастером общественно-информационного содружества интернет-продюсеров. В нашем содружестве есть руководитель. И сегодня она любезно согласилась ответить на мои интересные вопросы по тренингу, который проходит у нас сейчас в содружестве «Продаем с удовольствием» и особо интересной теме о деньгах. Ну, скажу несколько слов, почему у меня возникла эта тема интервью. Во-первых, для меня тема продаж, да, «Продаем с удовольствием» это такая приятная процедура, когда я являюсь покупателем. То есть я покупаю с удовольствием. Я новую вещь куплю, я продумаю, может быть, более крупные вещи. И здесь вступают такие отношения, как товар, деньги, товар. Травится другое слово «деньги», а вот с другой стороны удовольствие «деньги». Как нашу тему «Продажи с удовольствием» объединить с темой «денег» и «удовольствие»? Я хотела бы послушать личный опыт, как сформировалась у Ларисы Колпинской эта тема, какие у неё были шаги на этом пути, в чём выражалась полосатость жизни и какие могут быть рекомендации новичкам. Вот об этом хотелось бы поговорить. Лариса – профессиональный психолог. То она о себе сама скажет. Итак, Лариса, мы вас слушаем. Добрый день. Как случилось? Скажи, что я в «Продажи» уже очень-очень много лет. Первый мой опыт был тоже очень непростой. Я была инженером. И как раз в стране была уже непростая обстановка. Инженеры были не очень нужны. И нужно было менять свою профессию. Ну, самое простое, что можно было найти в тот период – это заниматься продажами. И, конечно, психологически было очень непросто встать по ту сторону прилавка, скажем так. Тем более, что у нас традиционно отношение к торговле, к продажам, ну, скажем так, не очень хорошее. Потому что у многих ассоциаций с продажами – это втюхивать, это впаривать, это вот такого рода слова. И когда ты понимаешь, что ты должен встать на ту сторону, и люди будут думать, что ты им что-то впитываешь или впариваешь, это, конечно, очень приятно. Вот сейчас у нас проходит замечательный тренинг. И тренинг посвящен именно изменению психологического отношения к продажам. Мы не втюхиваем, мы не впариваем. Мы продаем с удовольствием. А что это значит? Это значит, что мы решаем проблему клиента, мы помогаем клиенту решить его проблемы. Мы понимаем задачи клиента и помогаем ему решить его задачи. То есть мы приносим человеку удовольствие, мы приносим человеку радость, мы человеку помогаем. И вот если мы подходим к продажам с этой точки зрения, то ситуация меняется в форме. Вот я, наверное, об этом хотела сказать. Ну это правильно. Но я акцентировала внимание на слове «деньги». То есть человек, который продает, он зарабатывает деньги. И вот здесь вопрос такой, нет ли такого у человека какого-то своего отношения, не мешает ли ему такое, может быть, осторожное отношение. Завысить ли цену, свою ли цену назвать. Или может слукавить, чтобы денег получить больше, заработать. Или наоборот отдать за свою цену. Вот эту тему мне хотелось еще прослушать. Такое отношение к деньгам, именно в процессе продажи. Деньги же – это эквивалент, это средство, которое позволяет поменять один предмет на другой. Деньги – это свобода, как мы говорили на тренинге. Если вы даете достойный товар человеку, если вы ему даете достойную услугу, то он с удовольствием вам отдает частичку своей свободы, частичку своей независимости. А деньги именно это дают человеку, то тут все нормально выстраивается. Если продавец понимает, что у него товар не очень хороший, или качество что-то не очень хорошее, не очень достойное, и начинает обманывать покупателя, то покупатель к нему больше никогда не придет. А задача хорошего продавца – построить таким образом свою работу, чтобы люди приходили к нему вновь и вновь, чтобы приводили своих знакомых и друзей, чтобы приводили новых покупателей. А это получится только в том случае, если человек действительно обладает хорошим товаром или хорошей услугой, и с радостью предлагает своему покупателю помочь решить его проблемы. Если покупателю товар не нужен, он его никогда не купит. Надо предлагать свои товары тем людям, кому они действительно нужны, и делать это достойно, с чувством собственного достоинства, с уважением к себе и к тому, кто к тебе пришел, кто к тебе обратился. Это, наверное, так. Хорошо, спасибо. Я все-таки снова возвращаюсь к той теме денег. Когда человек явно идет покупать, то он уже знает, что он взял деньги и он несет покупать. А вот давайте совсем оставим пока тему продаж и вернемся к теме денег. Для того, чтобы совершать покупки, у человека должны быть деньги. Если вопрос только таких ограничений денег на самое необходимое, человек не может позволить себе что-то купить. Давайте вернемся к этому. Как человек, у которого есть потребность, он должен прожить, нормально покупать питание здоровое, правильно, одежду, обувь, более-менее, чтобы дома было ремонт, все такое. На это нужны деньги. Но человек, скажем, со старой закалкой, с прежней такой, вот вышел на пенсию, у него мало денег, у него недостаточно денег. И он не может шагнуть вот в эту тему, как-то начать выискивать у себя пути приобретения, получения этих денег. Вот у меня, например, было такое, ну, может быть, ограничение его можно назвать. Когда я думаю, вот в государстве все просчитывается по цифрам. Вот такие деньги отпускаются на медицину, я врач, да? Такие деньги отпускаются на образование, такие на нашу оборону страны. То есть в государстве есть определенное количество денег, и они распределяются. Почему говорят, например, мы не можем платить больше денег студентам, мы не можем больше платить пенсии, потому что как бы вот ограниченное количество в государстве денег, да? И если один человек имеет больше денег, зарабатывает их на продажах или как угодно, а другой меньше, значит, если тот, кто зарабатывал меньше, будет зарабатывать больше, значит, произойдет перераспределение. Из чего-то кармана деньги уйдут, попадут в твой кошелек, а тот станет бедным. То есть вот такой, понятно, вот этот вопрос. То есть как вот человеку принять вот эти утверждения людей, которые работают деньгами, о том, что Вселенная бесконечно имеет много денег, и здесь нет ограничений, и не нужно думать, что какие-то есть ограниченные суммы, которые вот распределяются, как я сказала, внутри государства или внутри там бюджета города или еще что-то, пенсионного фонда. Как вот это принять и понять, что Вселенная очень богата, и каждому человеку за его заслуги она найдет, откуда взять деньги? Что делать человеку-новичку? Как он может через это перешагнуть и понять, что он может честным трудом, своими знаниями заработать вот эти деньги, чтобы потом делать вот эти покупки с удовольствием? Ну, я думаю, прежде всего, человек сам должен быть готов приняться. Человек сам должен захотеть изменить свое мировоззрение. Ведь как устроено все в мире? Если мы хотим изменить мир вокруг нас, мы должны сначала поменять свое мировоззрение. Мы должны измениться сами у себя внутри. И начинать нужно всегда с самого себя. Как правило, у человека очень много ограничивающих убеждений, и желательно, конечно, это все прорабатывается специалистом. Выяснять, какие ограничивающие убеждения есть, на что их можно заменить. Это всегда хорошо делать вот в такой личной беседе с психологом, с профессионалом. Можно почитать много хорошей полезной информации, почитать хорошие умные книжки и понять, а что же нужно изменить в себе, как нужно изменить свое отношение к миру, чтобы мир начал себе улыбаться. Вы помните был мультик «Крошки енот», когда енот сердился, он там воевал с отражением в озере, да? И когда только он понял, что нужно улыбнуться к миру, он увидел в ответ отражение, тоже улыбку. Он понял, что чтобы мир к тебе начал улыбаться, чтобы можно было дружить с миром, надо самому сначала стать вот таким хорошим, светлым человеком. Мы сами всегда тянемся к хорошим, добрым, светлым людям, к жизнерадостным. Никто никогда не будет тянуться к мурам людям неприятным. Ну, это же нормально, естественно, для нас. Поэтому если человек хочет стать успешным по жизни, он должен изменить свое мировоззрение, он сам должен полюбить мир, полюбить все, что его окружает, полюбить себя. Полюбить себя тоже очень непросто, но без этого невозможно стать вот таким счастливым человеком, у которого все действительно хорошо и гармонично. Я вот так думаю. Слушая вас, вспомнила, что у меня было такое в жизни, когда я бывала, работала с сетевыми компаниями, и там однажды один из лидеров сказал, а почему я должен всем нравиться? А я вот, да, я грубый, я бывший военный, я резкий, я могу словечки такие крепкие применить, и ко мне притянутся такие люди, подобные. То есть вот этот закон, подобный притягиваться к подобному, он не разбирает, хороший человек или плохой. И к нему подобному притянутся такие же, которые такими же путями будут работать и зарабатывать. Поэтому здесь вот такой вопрос, наверное, не хочется его признавать, но, наверное, для нашего равновесия и такие есть варианты, когда такие же люди притягиваются к любеподобным. Не обязательно это хорошему человеку, человеку улыбающемуся, как мы говорим, и как мы сами любим это делать, притянутся свои люди, ну, такие же, скажем, бедные, и такие же дарящие, раздаривающие все, и не получающие дохода. А вот к такому грубому материалисту притянутся свои, и они будут зарабатывать деньги. Какой опыт из жизни был. Я хотела бы теперь вот что сказать, что получается, да, продумать, почитать книжки, это вопрос финансовой грамотности. То есть сейчас, с прошлым летом, нам приезжал первый раз в Россию Роберт Киосаки, или два года уже назад, время так быстро течет. Я его слушала, и единственное, что я вот, ну, зная его книги, слушая его до этого, финансового магната, единственное, что я вот вынесла с его на несколько часов в такой конференции, что он сказал, что невыгодно никакому государству, никакому строю грамотное, давать грамотное финансовое образование. Вот как мы мечтаем, да, надо бы вот теперь детям давать образование, обучать их, чтобы они, ну, как другие науки, получали это с школьных лет, и потом могли грамотно работать, вести свои дела. А вот он сказал об этом, а вы посмотрите, они просто вот самые богатые, им невыгодно, чтобы их кто-то замещал, чтобы они научили так же зарабатывать, как и они сами учились на своем опыте, да, чтобы теперь кому-то легко это зарабатывалось. И получается, что если сами богатые вот эти структуры, которые управляют финансами, руководят в государстве, не выгодно им обучать школьников, то тогда кто должен вот эту вот грамотность? Ведь мы, да, мы недоученные, вот наше поколение, мы недоученные, финансово безграмотно. Я даже где-то сформулировала это финансовое здоровье, поскольку я брать, да, вот финансовое здоровье, вести такой предмет в школах и человека обучать. И дальше в вузах, чтобы были какие-то предметы. Есть же у нас обязательно, как бы, научный коммунизм, научный атеизм, политэкономия, истории какие-то. И таким же образом ввести какие-то предметы по своему уровню, чтобы люди вот это вот получали, а не догоняли уже свое образование. Вот как вы к этому относитесь? Нужно ли здесь действительно так вот на государственном уровне такое образование вводить? Или каждый пусть сам обучается, читает книжки, посещает кочинги и психологов? Ну, знаете, вообще сама всегда очень люблю учиться. Очень люблю учиться. И делаю это, по-моему, постоянно. И я считаю, что все-таки это идет от самого человека. Желание учиться, желание постигать мир, желание узнавать много нового. А ведь те люди очень разные. И очень разные потребности. Но вот я думаю, что задача вот нашего содружества, да, содружества интернет-продюсеров, как мы заявили, мы хотим создать свое интернет-пространство с человеческим лицом. Мы хотим создать мир, в котором людям будет комфортно, будет спокойно, надежно, безопасно, и общаться, и работать, и трудиться, и реализовываться. Вполне возможно, что мы можем вот как раз такую винину тоже вести, рассказывать людям о финансовой грамотности. И я думаю, что мы много найдем сторонников, людей, которые готовы тоже принять участие в этом, проводить специальные какие-то вебинары, мероприятия, рассказывать об этом. Вообще все исходит из самого человека, от его желания совершенствоваться, от его желания трудиться. Но человек не может без духовной составляющей все это делать. И если для человека задача только деньги, вот как деньги, он получит один результат. Если человек хочет стать счастливым, гармоничным личностью, то тогда совсем все по-другому происходит. И обучение идет многостороннее, многоплановое. И, соответственно, личность получается такая же. Так что во многом, конечно, зависит это от самого человека и от тех людей, которые окружают его. И поэтому мы создаем наше пространство интернет, в котором нам будет комфортно, в котором собираются люди, которые разделяют наши взгляды. Здорово, да. Вот здесь я услышала очень важно, что одна из важных составляющих вообще во всем – это окружающая среда. То есть с кем дружишь, на того и хочешь быть похожим, иметь его успехи. Ну, собственно, вытекает из того же, подобно придягивается к подобному. И это, конечно, здорово. Но я хотела бы еще сказать, что ведь и желания, и окружения, они же меняются. Поэтому неоднозначно, что если у человека не было желаний в чем-то, и не было такого окружения, что оно таким и останется. Это действительно от его уже роста, от обучения, от чего-то, может быть, наружного такого толчка, который в данный момент ему был необходим, сподвигнет его к этому новому уровню изучений. Мы предлагаем человеку возможности. Да, хорошо. Мы видим, что есть другой мир, иной, в котором вот так. И если человек готов это восприять, то все замечательно. Я немножко задавала такие провокационные вопросы. Они, может быть, мне не принадлежали. Но, тем не менее, я с ними встречалась в жизни. Я хотела бы их вот обсудить. Конечно, меня тоже притянуло именно то, что и бизнес с человеческим лицом, и компания с человеческим лицом. Это в первую очередь, что комфортно для меня. И я хотела бы тоже в этой теме и развиваться. Да, я вот думаю, как у нас есть направление. Также тема здоровья будет в своем направлении. Действительно, может быть, такое сделайте тоже время от времени, вебинары или страничку по финансовой грамотности именно, чтобы самые первые знания человек получил, чтобы он мог проснуться, чтобы он мог понять в себе, для новичков, скажем, с чего-то начать. А потом, когда уже этот толчок получен, он уже может выбрать такой более индивидуальный для себя путь в этой теме. Ну, это все правильно. Тем более, что вы как доктор такую просветительскую работу будете вести. Если это будет замечательно, это будет полезно для всех. И для вас тоже, потому что вы будете получать от людей благодарность, признательность. Вы сделаете доброе дело для людей. И люди тоже начнут меняться. Я думаю, что если вы возьмете на себя вот такой замечательный проект, который поможет людям стать более здоровыми, более грамотными в отношении здоровья, и поможете стать здоровее хотя бы нескольким людям, то это уже огромный, колоссальный успех. И я буду очень рада, если вы такой проект будете вести у нас в подружестве. Только хочу добавить, что у меня же здоровье всестороннее. То есть даже по определению Всемирной организации здравоохранения, здоровье тела, разума, эмоциональное, духовное, душевное, по-разному классифицируют. Но тем не менее, в моих методах, которыми я занимаюсь, метод Суджок тоже есть, который вот эти все уровни здоровья рассматривает. И там тоже есть место. У нас тоже есть классификация. Я вот об этом буду говорить на нашем предстоящем марафоне, «Рывок к доходам». Там тоже есть свое место деньгам. Ну, я так вот решила послушать ваше мнение. Поэтому спасибо, Лариса, огромное. Мы вместе делаем хорошее, доброе дело. И я думаю, что наше интервью будет полезно прослушать как членам нашего сообщества, интернет-продюсеров, так и нашим гостям, нашим будущим партнерам. Всего доброго, больших успехов вам, вашего замечательного деле. Спасибо, Лариса, взаимные вам успехов, процветания и всем нам вместе хорошей совместной жизни. Спасибо. До новых встреч. Я думаю, мы еще встретимся. Да, обязательно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует... Продолжение следует...